На канале РТВ и время международных новостей в информационной студии работает Сергей Кения. Здравствуйте! Сообщения о нападениях на полицейских приходят в эти дни сразу из нескольких стран Армения, Казахстан, США. В американском городе Батон-Руж, штат Луизиана, мужчина в маске открыл огонь по стражам порядка, застрелив троих из них и ранив еще семерых. Стрелок был ликвидирован. Им оказался 29-летний бывший морпех Гевин Лонг, как сообщается, недоволен нарушением прав афроамериканцев. Преступник служил в морской пехоте с 2005 по 2010 год. Ему было присвоено звание сержанта. В 2008-2009 годах Лонг проходил службу в Ираке. Кстати, Батон-Руж – один из городов, которые захлестнули акции протеста против полицейского произвола. Видной всему трагический инцидент 5 июля. Тогда правоохранители застрелили безоружного темнокожего жителя города. Смерть Элтона Стерлинга и, похоже, убийство в Миннесоте вызвали волну протеста. Так, к примеру, в ночь на 8 июля в Техасском Далласе во время демонстрации против насилия в отношении темнокожих была открыта стрельба по группе «Стражей порядка». Погибли пятеро из них. И вот теперь, выступая по национальному телевидению после трагедии в Батон-Руж, президент США Барак Обама осудил убийство полицейских, назвав их трусливыми атаками на госслужащих, верховенство закона и гражданское общество. Сообщения об убийстве полицейских приходят сегодня из Алматы. Возле здания местного управления внутренних дел Департамента комитета национальной безопасности и в других частях бывшей столицы Казахстана произошли перестрелки. Среди жертв по меньшей мере 4 человека, трое из которых стражи порядка, а один гражданский водитель автомобиля, который преступник пытался похитить. Еще не менее 14 человек госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. В городе объявлен высший красный уровень террористической опасности. Введены оперативные планы перехват и сирена по задержанию нападавших. Уже известно о баристе 27-летнего уроженца Казалардинской области. По сообщению местных силовиков, ранее судимый мужчина подозревается также в совершении убийства женщины в минувшие выходные. Это не первый за последнее время подобный инцидент в Казахстане. В начале июня группа неизвестных совершила вооруженные нападения на оружейные магазины и воинскую часть в городе Актабе. Тогда погибли четверо местных жителей и трое военнослужащих. В Армении тем временем продолжается история с захватом заложники полицейских. Накануне утром группа вооруженных людей захватила здание полка патрульно-постовой службы в Ереване. Сторонники внесистемной оппозиционной организации «Учредительный парламент» убили одного из правоохранителей и взяли в заложники остальных. В их числе оказались заместители начальника полиции республики. Нападавшие выдвинули властям ультиматум освободить содержащегося под арестом лидера радикально-оппозиционного фронта «Новая Армения» Жерайра Сефеляна. Он был задержан в июне за незаконное хранение оружия. Сегодня с утра появились сообщения о том, что по итогам долгих переговоров двоих заложников удалось освободить. Но захватчики по-прежнему удерживают нескольких полицейских. На требование сложить оружие и сдаться властям они вновь ответили отказом. Со вчерашнего дня все подъезды и подходы к зданию были отцеплены. Туда стянуты силы полиции, внутренних войск и спецназа, в том числе тяжелое вооружение. Жители, расположенных поблизости домов, эвакуировали. Некоторые оппозиционные активисты были доставлены в отделение МВД и допрошены. Президент Серж Арксян накануне провел экстренное совещание с представителями силовых структур. Республике было подчеркнуто, что соответствующие структуры полностью контролируют ситуацию и предпринимаются все меры для скорейшего решения проблемы. В соседней Турции полицейских преследует само государство. После попытки государственного переворота по стране прокатились массовые аресты. В числе задержанных и стражей порядка, кроме того, почти 8 тысяч правоохранителей отстранены от работы. Основной удар, впрочем, приняли на себя военные. Под стражей оказались свыше 100 высокопоставленных армейских чинов, генералов и адмиралов. Всего арестованы порядка 6 тысяч человек, связанных, по версии турецких властей, с путчистами. Я напомню, попытка госпереворота произошла в ночь на 16 июля. Группа военных захватила и заблокировала несколько стратегических объектов в Анкаре и Стамбуле, заявив, что берет власть в стране в свои руки. Президент Раджептай Эрдоган призвал своих сторонников выйти на улицы. Несмотря на объявленный военными комендантский час, люди вышли, многие ложились под танки. В результате столкновений погибли порядка 300 человек. Власти заявили о полном срыве планов мятежников. А Эрдоган предложил вернуть смертную казнь. Высшую меру наказания в Турции отменили в 2004 году для соответствия нормам вступления в Евросоюз. И неудивительно, что въезд новую инициативу Анкары восприняли крайне болезненно. Из Брюсселя, который ранее безоговорочно поддержал турецкие власти и осудил попытку переворота, сегодня прозвучала жесткая критика в адрес Раджептай Эрдогана. Страна, которая использует смертную казнь, не может быть частью европейской семьи, заявляют один за другим в высокопоставленной политике ЕС. Еще один повод раскритиковать власти Турции – массовые репрессии в отношении несогласных. В Евросоюзе осудили произвольные чистки, предупредив, наказания не должны выходить за рамки Конституции. Мы были первыми в ту трагическую ночь, кто сказал, что правовые институты нуждаются в защите. И мы те, кто сегодня говорит, что в стране должно быть защищено верховенство закона. Для шагов, ведущих страну в другом направлении, не может быть никаких оправданий. Ни одно государство не может войти в ЕС, если введет смертную казнь. ЕС занимает последовательную позицию против применения этой меры. Все выглядит как минимум подготовленным. Списки с именами тысяч арестованных доступны и, похоже, что их написали, чтобы использовать на определенном этапе. Я очень обеспокоен. Это именно то, чего мы боялись. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Оставайтесь на канале RTVI. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова